Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Ирина Брилева. Здесь будет интересно любителям и профессионалам ногтевой эстетики. Присоединяйтесь к нам, мы начинаем! Это ручки мастера моей студии. Пока меня не было, она покрыла ногти опять гель-лаком, сняла дип-пудру. И вот смотрите опять, та же ситуация. Ногти тонкие и все отслоились от материала. И даже вместе с гель-лаком они очень гнутся. По себе знаю, что так ходить очень некомфортно. Везде цепляются торцы, попадают под волосы. Сегодня вновь будем делать покрытие дип-пудрой, так как в данном конкретном случае именно это покрытие держится на ногтях. Для того, чтобы выполнить нам качественное покрытие, нужно полностью снять гель-лак. Спилила верхний слой гель-лака и теперь заматываю жидкостью для снятия гель-лака под фольгу. Ждем 5-7 минут, пока гель-лак размягчится. А тем временем покажу вам свою посылочку. Это посылочка от Эко Грид. Вот такое вот сухое масло, покажу вам его в работе. Новая формула ремувера для снятия дип-системы. Обновленные флакончики базы, топа и активатора. И новая коллекция пудр. Желтая, оранжевая, зеленая и голубая. Еще заказала себе вот такой вот пушер. Можно приклеить абразив, которым доработать маникюр можно. Покажу сегодня все это вам на практике. Прошло у меня 5 минут. Снимаю фольгу и счищаю размягчившийся гель-лак. Обычно пушер любой другой фирмы, когда я покупаю, отдаю сразу в заточку. А здесь посмотрите, как он классно снимает гель-лак. Остренький, это мне понравилось. Опиливаю форму, делаем мягкий квадрат и шлифую ногтевую пластину. Следующим этапом вычищаю пламенем птеригий. Пламя у меня с красной насечкой 0,23 диаметра. Далее срезаю кутины. Работаю в сухой технике, так как для дип-покрытия нам важно сделать именно сухой аппарат, не замачивать ручки. Теперь с помощью этого же пушера можно доработать маникюр. Последним этапом маникюра полирую кожу вокруг ногтей. Работаю сегодня бочонком с красной насечкой. Специальным нейл-клинером обезжириваю ногтевую пластину. Теперь прохожусь праймером. Далее нам в работе потребуется база и пудры. Наношу базу на краешек ногтя и прокрашиваю боковые стороны. Прокрашиваю сразу по два пальчика и опускаю в прозрачную пудру. Мягкой щеточкой убираю излишки пудры и наношу второй базовый слой. Теперь уже поднимаюсь повыше. Вот такая вот система с прокрашиванием слоев все выше и выше позволит нам сделать правильную красивую архитектуру. И еще один нюанс. Прокрашивая базой, не забываем проходиться по торцу. Теперь третий слой будет уже цветной. Для френча взяла разные цвета. Как раз будет возможность показать вам все оттеночки. Насыпаю в специальный бокс для френча голубой. Опускаю краешек ногтя. Жду пока база напитается цветом. И далее опускаю в розовый нежный цвет. Повторяю аналогичные действия на всех десяти ногтях, только использую разные пудры для френча. Для того, чтобы сделать линию улыбки, нужно опускать пальчик не вертикально в пудру, а максимально горизонтально. То есть пальчик должен лежать на этом боксе и постепенно плавно опускаться равномерно. Теперь прежде чем покрывать следующим слоем, прохожусь в зоне кутикулы праймером еще раз. Так как времени прошло уже достаточно много, праймер уже прекращает свое действие. И чтобы не было отслоек, нужно еще раз пройтись праймером. Покрываю четвертым слоем базы. И опять отправляю пальчик в френч бокс и в нежный розовый цвет. Так как в жаркое время года эта система носится немножко хуже, чем зимой, покрываем последним укрепляющим слоем и опускаем в прозрачную пудру. Продолжение следует... Далее необходимо все ногти обильно прокрасить активатором. Это специальная жидкость, которая запускает процесс высыхания материала. Подождали 3-5 минут, проверили, чтобы материал полностью высох и приступаю к опилу. Пилочкой на 180 грит опиливаю поверхность ногтей и ровняю форму. Перед тем, как выполнять финальное покрытие топом, полирую кутикулу. Убираю все мелкие заусенцы. Еще раз прохожусь активатором и покрываю топом. Модели моей захотелось еще наклеечку на безымянный. Прокрашиваю топом и быстро приклеиваю слайд. Теперь покрываю все ногти топом в 2 тонких слоя. Наношу масло для кутикулы. Торговая марка Экогрит создала вот такое вот сухое масло. Его нужно совсем чуть-чуть, чтобы распределить на кожу. Оно смягчает очень хорошо околоногтевые валики и при этом не жирнит ноготь. Вот смотрите, снимаю окончательное видео сразу после масла. Руки мы не мыли и при этом глянец сохранился. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте пальчик вверх, если понравилось. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok